Знаешь, что мне больше всего в тебе нравится? Ты не глуп, и реакция у тебя быстрая. Добро пожаловать на «Сделай сам за пять минут» в шоу, где мы раздаем полезные технические советы. Меня зовут Риша Хёршбергер, и сегодня мы продолжаем наше путешествие в мир сборки идеального компьютера по одной детали за раз. И в этом выпуске мы сосредоточим внимание на оперативной памяти и центральном процессоре. Что это и с чем его едят? Приступим. CPU, или центральный процессор, это в сущности мозг компьютера. Уууу, так вот как выглядит мозг. В описании процессора можно встретить такие параметры, как ядра, тактотовые частоты и гиперпотоковость. Звучит жутковато, однако все это не так плохо. Эти понятия просто описывают различные аспекты процессора. Начнем с ядра. До исторические времена у всех процессоров было только одно ядро, один центральный вычислительный блок. Соответственно, в двухъядерном процессоре таких блоков на чипе CPU будет два. Чем больше ядер, тем больше вычислений один компьютер может выполнять за данный отрезок времени. Если бы процессор был поваром в ресторане, количество ядер можно было бы сравнить с тем числом сковородок, с которыми ему приходится управляться за раз. Двухъядерный повар готовит на двух сковородках, четырехъядерный на четырех, и так далее. Умение распараллеливаться придется как нельзя кстати. Можно подумать, что куда лучше было бы нанять поваров побольше, и каждому выдать по своей сковородке. Однако наличие нескольких ядер на одном процессоре позволяет им эффективнее обмениваться информацией, к тому же они не требуют дополнительного питания и охлаждения. Двойной лайк. На рынке центральных процессоров ластают две фирмы – AMD и Intel. Многие пользователи готовы ко с тьми полечь за любимый бренд, но объективно в последнее время они идут ноздря в ноздрю. Процессоры Intel i3, i5 и i7 различаются числом ядер. Кроме того, в каждой линейке также варьируются тактовые частоты. Топовый процессор i5 может оказаться производительнее i7-го начального уровня. AMD производит массу отличных процессоров, которые также называют АПУ, поскольку они совмещают на чипе собственно процессор и графический процессор, позволяя пользователям, собирающим игровой комп, заметно сэкономить. В сети можно найти бесконечное множество сравнений Intel и AMD, так что перед покупкой изучите матчасть. Гиперпотоковость. Звучит как описание чего-то супербыстрого, но что это означает? Своими корнями это понятие уходит в далекий 2002 год, когда делались первые попытки запустить параллельные вычисления на персональных компьютерах. Благодаря внутренней логике ЦПУ функционирует, как если бы у него было больше ядер, чем на самом деле, ускоряя работу программ. Система попросту воспринимает один процессор как два. Приводит ли это к повышению производительности? А то ж. Настолько же, насколько ускоряет работа еще одно ядро? Не обязательно. Главное, что вам не придется выбирать между мультиядерностью и гиперпотоковостью. В современных процессорах вы получаете и то, и другое. Чтобы узнать, как ваша система распознает несколько ядер или гиперпотоковость, в Windows можно открыть мессенджер задач, зайти в производительность и посмотреть, что написано в правой части экрана. Не дурно. Наконец, пора разобраться с тактовой частотой, а именно с числом тактовых циклов, измеряющихся в герцах, которые выполняет процессор за одну секунду. Является ли процессор с большим значением в гигагерцах наиболее быстрым? Если мы сравниваем процессоры одного типа, тогда, конечно. Однако более современные CPU и так более эффективны, то есть выполняют больший объем вычислений за один такт. Прежде чем сделать свой выбор, следует принять во внимание число ядер, объем кэша, процессора, гиперпотоковость и оверклокинг. И, конечно, перечитать кучу пользовательских отзывов. По скрипту. Да-да, я мимолетом упомянула оверклокинг, который так любит вернуть в свою речь и компьютерщики. Термин означает возможность разогнать процессор при условии, что у вас есть подходящее железо и вы знаете, как регулировать настройки. Да, кстати. Окей, Google, написать на будущее эпизод сделай сам об оверклокинге. Не парьтесь. Что же, большая часть серии мы проговорили о процессорах, переключаемся на оперативку или запоминающие устройства с произвольной выборкой. Если жесткий диск представляет собой аналог долговременной памяти, оперативка похожа на память кратковременную, позволяя получить моментальный доступ к тому, что используется наиболее часто. К счастью, на «Сделай сам» уже есть выпуск об определении оптимального объема оперативной памяти. Не забудьте посмотреть его. В общих чертах, если система используется для рендеринга или чего-то такого, что требует немалых вычислительных мощностей, чем больше памяти, тем лучше. Память сегодня выпускает двух типов, DDR3 и DDR4. DDR4 более современно, отличается большим диапазоном тактовых частот, меньшим потреблением электроэнергии и задержкой. Тип устанавливаемой памяти и ее объем будут зависеть от материнской платы и центрального процессора. И, наконец, стоит рассмотреть скорость оперативной памяти, а именно то, как быстро она считывает и записывает данные. Это особенно важно, если вы планируете использовать графический процессор на материнской плате. Для компьютерных игр, скорее всего, хватит 1600 МГц. Производительность вырастет, если вы сможете использовать память в двухканальном режиме, то есть установите две 4-гиговые плашки вместо 1 на 8 гигабайт. Окей, это был длинный выпуск, но зато еще немного, и вы соберете свой собственный персональный компьютер. Если то, о чем мы сегодня рассказали, показалось вам интересным, ставьте лайк и делитесь этим роликом с друзьями. А если вы хотите добавить свой собственный совет, добро пожаловать в комментарии. В следующей серии мы поговорим о жестких дисках и рассмотрим эти вожделенные горячие штучки видеокарты. Спасибо, что были с нами. Увидимся на «Сделай сам» за 5 минут. Субтитры создавал DimaTorzok